Акт вандализма или пожар по неосторожности. Сегодня стало известно о том, что в поселке Первомайском Слободского района сгорела часовня. Произошло это в ночь с 15 на 16 августа. Что сегодня представляет из себя пожарище, увидел Кирилл Сосолятин. Первый раз часовню Иоанна Предтечи подожгли в 2009 году, а в 2011 ее вновь отстроили. Небольшое деревянное здание стояло на окраине поселка. Часовня принадлежала Спаса Преображенскому храму города Слободского. Они ее строили на средства прихожан. И, к сожалению, она еще не успела, значит, внутри была не устроена. И поэтому и освещение так немножко затянулось. То есть в этом году уже собирались ее осветить. Пожар, скорее всего, начался с крыльца. Сгорел весь фасад часовни, крыша и большая часть боковых стен. Уцелела лишь задняя часть здания. Пожарные однозначно дают понять, что причина пожара – человеческий фактор. На месте происшествия нашли пустые бутылки, а местные жители накануне вечером видели у часовни компанию, распивающую спиртные напитки. Жителям поселка не дает покоя вопрос, кому могла помешать часовня. На мысли о поджоге наводит и тот факт, что в ту ночь осквернили еще одну часовню. В один день произошло и возгорание этой часовни, та же часовня в честь пророка, предтеющей, крестителя Господня Иоанна, которая находится рядом с Троицкой церковью города Слободского. Часовня была исписана нецензурными словами. Стереть надписи не проблема. Сложнее жителям поселка Первомайского, оставшегося без часовни. Чтобы восстановить ее, надо вновь собирать средства всем миром. Кирилл Сесолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.